всем привет с вами снова Валерий Валки и немного поговорим об изготовлении оборотного узла с токосемным узлом значит ну понятно для этого вытачиваем ось у меня это по 205 подшипник на этот раз я решил как бы немного упростить или модернизировать вот именно токосем значит проточенная ось на предыдущем видео я вам показывал я крепил вверху болтом здесь я решил сделать немного по другому значит была проточена канавка под штопорное кольцо далее вот закрепил болгарку самым простым способом вот две струбцинки вот одна вот вторая и вот прямо крести держателю 125 болгарку закрепил и с широким кругом хотя можно любой и вот я прошелся и вот ну видно да вот сделал вот такой как бы шлиц затем здесь будет токосемное кольцо и на этом шлицу ну во-первых он никуда уже не приварнется вот для чего этот шлиц ну и потом можно будет снять его если что поменять значит на этот раз ну поскольку у меня не латуни не бронзы ничего не было вот я сделал вот такое одно кольцо это нерзавеющий трубы и кольцо будет одно значит только всем будет по плюсу а минус будет передаваться по корпусу то есть эта конструкция как бы неплохо себя зарекомендовала и намного все это упрощается то есть один только провод выходит в процессе изготовления поворотного устройства но получилось как бы такая непредвиденная ситуация вот эта труба с нержавейки я не знаю что это за труба но она не появится вообще я уже почему только не пробовал и кислотой и чем это что я только не делал думал уже просто приварить сюда типа электрода какого-то согнуть ну а потом решил немного сделать по-другому взял медный провод обычный вот какой у меня самый толстый был вот медный провод и вместо электрода этот кусок медного провода и вот как бы омеднил внутренние сторону то есть вот как бы тычками потыкал и она довольно там жестко приварилась то есть пробовал я зачищать не отдирается то есть она конкретно варилась в этот эту нержавейку теперь я думаю наверняка я сюда подпаяю провод ну вот взял кислотой как бы это все намазил кал положил туда улова теперь вот с помощью вот такой горелки мы его попробуем расплавить съемку пришлось как бы природ потому что снимать ну не хватает еще одной рукой снимать спаять ну как-то ну никак не несу в общем вот конечный результат это что то что получилось получилось довольно неплохо припаялась наверняка было изготовлено из ламината выточены вот такое кольцо затем ножом разделена на две части ножом перерезал и все теперь это будет будут наши направляющие то есть они плотно сюда подгон подогнаны и вот по диаметру внутреннему нашу вот как результат это то что у нас получилось значит уже проточенная отшлифованная только съемное кольцо вот одно провод продет через внутренность этой и вот он выходит так как здесь прорезь то это впоследствии принципе можно на сам стакан под щетки были приварены вот такие вот удлинители чтобы сами щетки вот как показать вот были в общем нормально чтобы они ставали вот полностью собранный узел выглядит вот так теперь осталось его приварить только оси петряка ну вот так вот выглядит это полностью собранная как бы конструкция просто я еще этот вал сюда не досаживал и мне его надо будет снимать значит он полностью сюда досаживается здесь есть про . и вставляется вот такое вот колечко сюда и все то есть ничто никуда не выпадет даже если со щетками что-то случается можно просто сюда завести провод насквозь было понятно обе щетки я вот их спаял вместе и эти две щетки работают как одно целое они за параллели на ну и вот второй конец то есть один вот выходит через щетки один конец моют на корпус все наша лампочка вот засвечивается вот показания то есть как бы потери особых и нет думаю что такое решение достойно жизни просто и надежно на этом пока все всем здоровья денег удачи подписывайтесь на мой канал ставьте палец вверх пока пока пока